Приветствую вас, Олеся. Прочитал ваш вопрос, давайте мы с вами попробуем его разобрать. Ну, в первую очередь, что я выделю, да, это то, что вы не задаете свой вопрос. То есть вы просто пишите, что вот, у меня такая-такая проблема, которую я хочу решить, вот, и всё, и всё. То есть, как бы, вопрос именно к специалистам, вопрос, что именно у вас не получается, как бы, понимаете? В чём суть вопроса? Суть вопроса в том, что задавая его, человек признаёт, что у него самого что-то не получается, вот. И это очень важно понимать. То есть, если человек вопрос не задаёт, он не признаёт, что у него что-то не получается, вот. В целом, я хотел бы выделить несколько моментов, да. Первое всё, ваш муж старше вас на 11 лет. И, что выяснили, восьмой год, что-то я так, я так полагаю, что если вам 34, то в 26 лет вы начали встречать, эээ, начали, ну, с ним, состояние в браке, вот, и, соответственно, ещё какое-то время до этого вы встречались. Вот. Значит, ваш муж, он у вас старше на 11 лет. Это, эээ, с психологической точки зрения, является, ну, как бы, свидетельством о том, что вы склонны к игнорированию своих импульсов. То есть, вы склонны, с одной стороны, к их подавлению, а с другой стороны, к такому, вот, более импульсивному взрывообразному их выражению, да. То есть, вы, выбирая партнёра старше себя, вы, соответственно, с ним хотите чувствовать себя кем? Ну, ребёнком, да. Ну, вот, по отношению к своему мужу, вы точно были ребёнком. Ну, по крайней мере, воспринимали своего мужчину не как равного себе. А если вы воспринимаете такого, такого мужчину как равного себе, то, соответственно, эээ, речь идёт о том, что вы подавляете свои, эээ, чувства. Вот. Потому что, люди, кто тяготеет, эээ, к партнёрам постарше, они, как правило, своими провисниками чувствуют себя, ну, это им неинтересно. Вот. А, эээ, возникает вопрос, да, почему неинтересно? То есть, ну, обычно, обычно это объясняется тем, что, вот, типа, интеллектуальный развитие, да, что, типа, интеллект выше, что интересы другие. На самом деле, нет, потому что, делать совсем не это. Дело тут, эээ, в том, в том именно, что ravest ты, они не привлекают именно за счёт, эээ, несоответствие вот, эээ, детского и взрослого ээээгосостояния в человеке. Вот, то есть, тут вот этот момент нужно разобрать, понимаете, более, с учетом всех ваших, ну, других проблем, трудностей. Вот, дальше, дальше идем. Следующий момент, это момент, что вы восприняли негативно с психологической точки зрения, что мужчина, как бы, отделил себя, да, отвал, при том, что обязанности ваши, как хозяйки, как жены, да, он, ну, не снились. Вот, этот момент, вы его забрёгнули очень вскользь, но мне бы хотелось обратить на это внимание, потому что это вас. Почему вас это психологически напрягло? Ведь мужчина, по сути, он просто выставил некий барьер, да, который, ну, совершенно не означает того факта, что вы больше ему не нужны, например. Мужчина просто рассчитал свои возможности и понял, что сможет построить дом только в том случае, если будет экономить. И он выбрал, вот, экономию такого рода. То есть, вы принимаете его поступок на свой счет. Вы говорите, что он, получается, перестал видеть во мне женщину, жену и прочее. Но как это связано между собой? Означает ли это, что вы сами сомневаетесь в себе, как женщина и как жена? Если вы сомневаетесь, то речь идёт в первую очередь об этом, о том, что вы сомневаетесь в себе, что вы не уверены в себе. И то, что вас психологически напрягло это, да, это опять же про ваши чувства. Это про ваши чувства, это про ваши желания, это про ваш страх. Но вопрос заключается в том, что это за страх. Что они всегда представляют. Чего именно вы боитесь? Вот, и есть такое ощущение, да, что, вот, вы, вам не нравится, когда человек выставляет границу. Ну, вот, между вами, да, и собой, если хочешь, да. Я, конечно, вот, в этом пока не уверен, но, тем не менее. Дальше, вопрос ребёнка. Он здесь не раскрыт практически, вот, но то, что ребёнок не его, не вашего мужа, безусловно, наверное, какую-то роль играет. То есть мужчина так и не смог, например, принять этого ребёнка, мужчина так и не смог стать отцом. Вот, и тут, конечно, в комплексе всё, в комплексе всё играет роль, потому что не очень понятно, как вы вообще выстраиваете отношения друг к другу, да, и как и отношения у ребёнка с вашим мужем. Вот. Вы говорите, что хотите сохранить брак. Занейте. 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 Вы говорите о браке, но вы не говорите о человеке. То есть вы говорите о приоритетной форме отношений, но вы не говорите о приоритете человека для вас. Это весьма показатель. Вам для чего-то хочется сохранить брак, и я так полагаю, чтобы чувствовать себя защищённой. Вот, понимаете, у меня после прочтения вашего текста осталось чувство тревоги. Вот. А я чувствую тревожность вашу. Я чувствую вашу тревожность, и, наверное, я чувствую потребность в том, чтобы другие люди показали, что вы значимы. Что вот, вы как бы просите, скажите мне, скажите мне, что я важна, скажите мне, что я ценна, скажите мне, что я дорога тебе, ну, вам или тебе, да. Вот. Такое у меня чувство. Возникает. Знаете? Как бы это тоже стыкает чувствовать. Тревогу, да, тревогу, и потребность в оценке. Чем вызвана тревога? Тем, что вы здесь не полагаетесь на себя, да? Тем, что вы не полагаете на себя. То, что вы не полагаетесь на себя, в том числе проявляется и в том, что вы, болезненно реагируете на отделение мужа от себя. Это проявляется в том, что вы соглашаетесь всегда на интим. То есть мужчина сейчас уже ведет себя так, что вы от него зависели в большей степени, чем он от вас. Ну, если вы действительно хотите оценки, то это естественно, ничего удивительного здесь нет. Далее вы говорите про общих детей, и у меня вопрос к вам. Собственно, каким желанием окрашены для нас дети? Каким желанием они для вас окрашены? То есть вот для нас что это значит, что он не хочет детей? Общих. И что для вас значит наличие общих детей? Ну и еще я бы спросил, что для вас значит наличие брака? Наверное. Да? Дальше. Смотрите. Вы говорите о том, что вы очень рады. То есть вот что я хочу там в ресторане за столиком, да, а мужчина мой, соответственно, этого не хочет и хочет дома за столом. И он злится, когда вы уезжаете. Сам без него. То есть получается как, что когда он финансово отграничивает себя от вас, это нормально. Да? Для него оно не нормально для вас. А когда вы отграничиваете себя эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ что это получается уже ненормально для него, да? И мне кажется, что если вы хотите сохранить брак, то вам необходимо, именно вам, Олеся, да, с одной стороны необходимо научиться принимать подобные, вот, обособления своего мужчины и любого вообще партнера, как норму. Это возможно будет, если вы обладаете устойчивыми представлениями о себе самой, чего у вас, на мой взгляд, сейчас нет, и самостоятельно, самостоятельно иметь возможность заявить о себе, самостоятельно иметь возможность демонстрировать, что вот здесь я, здесь, соответственно, сам, ну, другой человек нам. Это важно. Для вас. Да и, в принципе, для любого, да, для любых отношений. Это важно. Вот. Только так вы сможете сохранить брак. По крайней мере, знаете, ваше желание сохранить брак, оно естественно, оно понятно, оно нормально, но оно не гарантировано, к сожалению, вам. То есть, никто не сможет гарантировать вам, что вы сохраните брак. Потому что, если вы действительно слишком разные с своим мужем, то есть, есть большая вероятность того, что вы разойдете. Вот. Тем более, что, вот тут вот вы пишете, что, вот у меня, вот, в конце вы пишете, что, у нас, вот, скучно, бредно, тем более, детей не хочет, меня вкладывать не хочет. Знаете, вот здесь уже идет про лично ваши переживания. Да. То есть, вам скучно, бредно, вам нечем себя занять. Вы развлекаетесь, как вы хотите развлечься. Когда вам не дают развлечься, вам становится скучно. И, тем более, детей нет и в меня вкладывать не хочет. Но, здесь, во-первых, не учитывается, что у вас уже есть ребенок. А, во-вторых, что скучно и пресно. Вот это вот ощущение. Да, это, судя по случаю, о том, что вам с собой не комфортно. То есть, есть что-то, есть что-то, есть что-то, что-то такое. А, от чего вам наедине с собой нехорошо. Вот, нужно понять, почему наедине с собой вам нехорошо. И не бежите ли вы от развлечений? Не бежите ли вы с помощью развлечений от себя? Потому что, тут у вас, получается, идет такая претензия к муде, да? Что не хочет меня вкладывать. То есть, ты должен меня вкладывать. Ну, это, к сожалению, не совсем верная позиция, что мужчина должен вкладывать в, ну, в вас. Ну, это его право, да? Он хочет вкладывать в него, не хочет, не вкладывать. Это исключительно его право. Вот. И вряд ли ваша претензия, вот вряд ли ваши претензии, они... Помогают мужчине, вот я бы, я бы, наверное, так сказал. Помогают и делают более желательным. Помогают... Помощь вам. И желание, что-то там, ну, что-то для вас делать, к примеру. Вот. Мне лично, мне лично, вот лично, мне кажется, именно так. Именно такой ситуации. Ну, мне так видится она, по крайней мере. Вот. Эм... Дальше. Дальше идём. Эм, значит... Вот видите, вы говорите, я собрала всё в кучу. А? Эм... То есть это... Ну, не просто так. Вы не просто так собрали всё в кучу. Значит, вы... Вот какое-то время... А... Вы... Игнорировали это. Какое-то время вы себе это всё держали. И... И... Вот... Как-то... В итоге... Получилось то, что получилось. Ну, то есть... Не очень хорошее. Не очень хорошая... Ситуация. Получилось. Вот. Ну, и... Да. Предыдущий опыт отношений. Эм... В браке Олеся... Точно нужно рассмотреть. Безусловно. Самое... Ну... Совершенно очевидно, что... Есть определённое влияние... Это... На вас. Совершенно очевидно, что... Эм... Это как-то вот влияет. Достаточно сильно, причём влияет на вас. Вот. Эм... Второй не складывается. А... В... Почти здесь нужно... Эм... Искать... Эм... Те деструктивные баберные, которые... Влияют... На... На... На то, что... У вас не складывается отношения. Вот. Дальше. Так. Эм... Значит... Эм... Наши ветеранцы. Что-то она меня напрягула. Все из-за психологического человека. Как будто он отдельный и я отдельный. Вот это вот... Эм... Наверное, ключевый момент. Он отдельный и я отдельный. Вот вопрос про... Эм... Эм... Восприятие личных... Личных границ. Да? То есть... Я из этих вот мужчин онялюсь. Вам это неприятно. Это кризис. Эм... Эм... Того, что все общее. И... Эм... Говорит, что у меня есть что-то свое. Эм... Эм... Вот другой партнер очень болезненно... Болезненно это называет. Эм... Потому что он не привык, да? Он не привык полагаться на себя. А... Эм... Как бы ему... Эм... Приходится... Полагаться на себя. Это неприятно. И... Если у человека есть... Вот как раз неустойчивое представление о себе. Он... Начинает... Понимать от нас на счет. При том, что вы... Эм... Эм... Сами от тех обязанностей, которые вас... Раньше напрягали. Но вы сделали в угоду. То есть, как бы через силу. Эм... Эм... Сейчас... Они вас стали напрягать еще больше. Вот... В целом... В целом... Эм... Первый шаг, который... Мне кажется, нужно сделать, это... Эм... Выписать... Вам обоим... Эм... Что вы хотите делать... Делать... Друг для друга, а что нет. Или вам одно и написать, что вы хотите делать... Эм... Для... Допустим... Своего мужа. А что не хотите делать для своего мужа. Вот... Мне кажется, что он... Эм... С этого стоит начать. И просто перестать делать то, что вы хотите... А... Эм... Вам самое будет легче. Вы увидите, как это здорово. Вот... Опять же... Ваш муж не может удержать вас, когда вы... Эм... Эм... Развлекаетесь или что-то или что. Просто он вам нужен, я так понимаю, для развлечений. Одна вы не можете... Либо вас задевает его злость, по поводу того, что вы уезжаете без него. То есть тут вот... Эм... Тоже... Проценивается неустойчивость... Эм... Вашей... Эм... Эм... Неустойчивость вашей... Вашей... Ну... Ваших потребностей, может быть... Ваших... Желаний... Эм... Как-то так. Примерно. А вот... Дальше... Эм... Насчет... Эм... Эм... Вашей подарок сделать на день рождения, оплатить эту школу. Давно хочу отсутствовать свою мечту. Он сказал, что лишний день готовать не намерен. Повторить на дом и так во всём. Ну... Здесь... Эм... Неоднозначная ситуация. Там ещё... С одной стороны, немного странно. Чтобы... Зная... Эм... Что... Мужчина... Ну, что мужчина собирается... Эм... Встроить дом. А вот... Выбросил у него деньги на автошколу. Зашивили, что автошкола за него не в приоритете. А вот... Эм... И... Как странно вообще просить подарок на день рождения. Мне кажется, это... Эм... Всегда инициатива от того, кто дарит. А не того, кому кому дарит. То есть, это же... Эм... Не подарок, а... Эм... Эм... Требователь. Какое? Получается. Получается. Это с одной стороны. С другой стороны, если... Мужчина... Эм... Знает о том, что у вас есть такая мечта. И он её... Ну, никак не помогает вам её реализовать. То... Это значит, что ему не так важно. То, о чем вы мечтаете. А если человеку не так важно то, о чем вы мечтаете. Это точно вопрос к вам. А стоит ли с таким человеком сохранять брак? Если... Ему не важно. То, о чем я мечтаю. Вот. В принципе. Такой можно дать вам ответ. Я какие-то моменты остальные выделил. Выделил. Вот. Я надеюсь, что вам... Ну... Ну, вообще для вас. В принципе, это будет полезно. Вот. Но... Эм... Тревожность. Эм... Которую я... Эм... Потребность в собственной значимости. Оно очень... Это очень детская история. Это про отношения с родителями в большей степени. Незаберщённые отношения с родителями, я бы сказал. Вот. И... Вот. Очень комбрасно. Вы комбрасно в это вписывается то, что... Вот вы их... Просят побаргать на диванозине. То есть тоже действительно какое-то отношение, как будто... Девочка просит у своего отца. Вот. А отец такой злой, он там... Не разрешал. Вот. То есть девочка пытается добиться любви вот там. Вот. Такое у меня он чувствовал никогда. Вот. И... Эм... Ну, тут просто вот... Эм... Эм... Подобные... Подобные... Подобные чувства, да? Ваши чувства. Ваши чувства. Эм... 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 Вы... Эм... Выражаете эти чувства, естественные чувства, эм... 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 Для мужчины. Ваши... Эм... Эм... Подобные чувства. Желательно выражать немножко по-немнешку по-другому. Чтобы это было более для него понятным. Эм... Так вы себя действительно как женщину, эм... 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 Ну, не случайно, а то, что вы себе сомневаетесь, на мой взгляд, это случайно, на мой взгляд, совершенно не случайно, на мой взгляд, вы сомневаетесь в себе не просто так, на мой взгляд, вы сомневаетесь в себе, на мысли есть условия для этого, есть причины для этого, и, ну, мне кажется, в общем, важно с этим разобраться, вот, всем вообще, что вы хотите, чтобы у вас не было конфликтов, внутренних противоречий, вот, чтобы вы понимали, кто перед вами, чтобы вы понимали, кто вы, и уже из этого как-то грамотно устраивали отношения с точки зрения того, что реально будет дать вам, например, например, ваш партнер, и что реально можете, вы ему дать, вы, и вы ему дать, дать тоже. Вот, такой ответ я могу вам дать, я надеюсь, что это было полезно вам. Я желаю вам всего самого доброго, я желаю вам удачи, и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом для вас. Спасибо.